Всем привет! В этом уроке, в этой партии мы с вами рассмотрим... Я пытался сделать Sicilian Defense Neidorf Variation. Он, оказывается, сделал Hungarian Opening, и у нас получилось Hungarian Opening, Sicilian Invitation. Так, начнем. Так, вон, короче, я сюда пошел. Я сюда. Так. Подожди, подожди. Сюда и сюда, вон, сюда и сюда, так. Вон, сюда, сюда. Видите, попытка сделать Neidorf Variation, защитить это поле пешкой. Не знаю, насколько получилось, но вот так. А, вот здесь вот, когда менялись, да? Когда он продвинул пешку вперед с целью открыть дорогу в воде, да? Я подумал, ну ладно, откроется, он съест наверняка, я съем. И я подумал, выгодно ли мне это. И потом смотрю, здесь между королем и ферзем стоит только моя пешка по этой диагонали, и все. Если слона сюда поставить, потом пешку убрать сюда, и ферзем сюда пройтись, тогда будет мат. Я подумал, хорошо, окей, давай разменяемся. Но он это заметил и блокировал конем. И я убрал слона, чтобы пешкой начать теснить этого коня. И вот это его ошибка, вот это его очень большая ошибка. Я не знаю, с какой целью он пошел сюда, но наверняка он хотел съесть этого слона, да? Который ему представлял опасность. Но он не подумал о том, что слон, в свою очередь, может его оттойнать. Случайно я увидел этот ход, и хороший ход оказался. Смотрите, здесь слон атакует его. Здесь этот слон атакует. Здесь пешка. Здесь пешка. И, короче, все эти поля биты и ферзью не подойти. Слона брать нельзя, потому что пешка защищает его. Итак, ферзь пойман. Ну, он решил вот сюда пойти. Он съел, он съел. Так, сюда, сюда. И тут я подумал, этот конь очень сильно мешает, потому что он мешает ферзью пройти сюда. И если разменяться, тогда все нормально. И тем более после размена у него будет пешка здесь, съев которую вот этой пешкой мы откроем дорогу ладья. Ша, он ушел. Ша, он ушел. Ша, он ушел. Потому что здесь пешка бьется. И все. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok